Что просто кричит, эта пара долго не продержится. Излишние посты с завуалированным хвостовством. Почти все пары на моей памяти, которые занимались этим в соцсетях, сейчас уже расстались. Я не могу не заметить, что тут есть какая-то связь. На самом деле, проводились исследования. Пары, которые часто публикуют посты о своих отношениях, обычно менее счастливы, чем те, кто ведет себя более сдержанно. Ого, это действительно совпадает с тем, что я наблюдал. Одна девушка постоянно не просто хвасталась, а делала это с агрессией. Типа, вы все просто мечтаете о таком мужчине, как мой, но ничего, если вы завидуете, и так далее. В итоге они расстались, и теперь она публично поливает его грязью. Иногда, наверное, лучше, чтобы мы знали о других чуть меньше. То же самое с моими родственниками. Единственное различие в том, что они вместе так долго, что страх обесценивания, затраченных усилий и зависимость не позволяют им уйти на конец друг от друга. Они ужасно несчастливы, но на фейсбук я вижу только посты в духе «С любимым мужем моя жизнь так идеальна». Контроль над действиями другого. Не позволять видеться с друзьями или семьей, заниматься хобби или вообще делать что-то самостоятельно и для себя. В таких случаях жертва часто даже не осознает, что подвергается насилию. Я начал ходить на психотерапию, потому что мне часто говорили, какой я плохой муж, что я недостаточно стараюсь и что мне нужна помощь. Так что я пошел за помощью. На середине третьего сеанса психотерапевт перерывает меня и спрашивает, не нахожусь ли я в абьюзивных отношениях. Я разозлился, потому что подумал, что она обвиняет меня в насилии. Она дала мне чек-лист. Когда я его заполнил, я заплакал. Я знал, что иногда все было странно и плохо, но потом происходило любовное бомбометание и все казалось нормальным. Это абсолютно верно, что такие вещи незаметны, и я проходил через это в течение 20 лет. Последние 13 были просто сущим кошмаром. Не давать друг другу шанса на оправдание, когда происходит недопонимание. Быстро предполагать худшее или судить по своим привычкам. На 100% верно. Я сейчас прохожу через развод. Я спросила у мужа, что я могла бы сделать, чтобы улучшить наш брак. Он сказал, что мне нужно перестать манипулировать им после работы. Я спросила, что он имеет в виду, и он сказал, что когда он приходит домой, я крепко его обнимаю и целую, чтобы манипулировать им, когда он занят. Я была в шоке. Я думала, что мы просто устанавливаем связь. Я никогда не мешала ему заниматься своими делами. Просто быстрое объятие и поцелуй. В тот момент я поняла, что все кончено. Он никогда не пытался послушать меня и понять. Когда они постоянно подкалывают друг друга в компании, они могут утверждать, что это шутки, но всем понятно, что на самом деле нет. Был свидетелем этого, когда встречался со старыми друзьями на свадьбе. Было довольно грустно за этим наблюдать, но, честно говоря, эти отношения не выглядели для меня перспективными с самого начала. Не знаю, разведутся они или нет, но они точно не кажутся счастливыми. Когда один из партнеров начинает ссору, чтобы сделать отношения интереснее или разнообразить их. Хотя конфликты и споры, это нормально начинать их ради того, чтобы отношения не были скучными, по-моему, безумие. Так и есть, у меня был бывший, который начинал ссоры почти каждый день. Думаю, у нас никогда не было недели без конфликтов в отношениях, даже в то время, которое должно было быть медовым месяцем. Помню, как я была дико уставшей и говорила ему, что мы несовместимы, если ссоримся так часто, но он был уверен, что ссоры делают отношения интересными. К сожалению, в то время я была наивна в вопросах отношений, и мы то сходились, то расходились в течение двух лет. В последний раз, когда мы разошлись, я просто перестала отвечать на его сообщения, когда он снова пытался со мной связаться. Решение завести ребенка, чтобы все исправить. Или снова сойтись, вступить в брак из-за случайной беременности. Могу сказать, как ребенок родителей, которые остались вместе ради детей, что, вероятно, не стоит так поступать. Один из партнеров делает массу уступок ради другого, и это происходит в одностороннем порядке. Один человек идет на компромиссы, а другой просто берет и берет, получая все, что хочет, без какой-либо отдачи. Отчаявшиеся люди позволяют собой пользоваться, потому что боятся, что никогда не найдут другого партнера, и что скоро станут слишком старыми, чтобы заводить детей или что-то в этом духе. Как только появляется кто-то на стороне, кто не эгоистичен и привлекает измученного партнера, или когда эгоистичный человек уже окончательно переходит черту, например, ударяет своего партнера, отношения лопаются, как мыльный пузырь. Каждый раз, когда они ссорятся, один из них начинает говорить о разводе. Это удерживало меня с моей бывшей женой гораздо дольше, чем следовало. Когда я, наконец, устал и сказал, что мне нужен развод, я упомянул все те случаи, когда она говорила о разводе, она посмотрела мне в глаза и сказала, «Я никогда не имела это в виду!» И тогда я начал понимать, что на самом деле был в отношениях с эмоциональным абьюзером. Поправлять друг друга на людях, когда это совсем не нужно. Шутить, но на самом деле быть злым. Колкие замечания и унижения. Ой, мы просто так шутим. Точно, слова «это была шутка» не делают колкости менее обидными. А потом такой человек еще и злится на тебя за то, что ты расстроился из-за шутки. Дуется остаток вечера, потому что как ты мог обидеться на то оскорбительное замечание, что он только что родил? Когда у них совершенно разные жизненные или семейные цели. Например, один хочет детей, а другой нет. Меня удивляет, как люди вступают в брак с такими различиями. Я встречал женатые пары, которые не могли договориться даже о том, где жить, и поэтому жили в разных штатах или странах. Это вообще что, брак на полставки? Когда девушка отказывается от своей индивидуальности, чтобы ему угодить. Девушка, с которой я училась в школе, постоянно что-то постит в соцсетях. Можно сразу понять, когда у нее появляется новый парень, потому что она начинает выкладывать фото в новой спортивной одежде. Ее гардероб должно быть выглядит, как склад спортивного магазина с одеждой разных команд. Она становится самым большим фанатом всего, что увлекает ее нового мужчину. Когда мать, семья или друзья управляют отношениями. Я понимаю, когда они из-за беспокойства указывают на реальные проблемы или красные флаги. Но количество ревности и токсичного поведения, о котором я слышал, когда мать, семья или друзья намеренно разрушают отношения при поддержке партнера, просто поражает. Когда они постоянно обсуждают проблемы в отношениях с другими людьми. Для меня это важный момент. Мы не говорим друг о друге того, чего не готовы сказать в лицо. В начале наших отношений моя мама сказала. Если у вас будет ссора, не приходите ко мне, ожидая, что я встану на вашу сторону. Говорите друг с другом и находите компромисс. Мы вместе уже 18 лет. Неравенство в отношениях. Оно может возникнуть из-за чего угодно. Различия в образовании, внешности, доходах, социальных навыках, удачливости, самодисциплине, несовпадении либидо, способности лгать, манипулировать, создавать иллюзии. Когда в отношениях есть неравенство сил, появляется риск того, что зародится презрение. А как только появляется семя презрения, отношения обречены. Я наблюдал это множество раз. Подсчет очков. Отслеживание того, кто выиграл последний спор, кто провел прошлые выходные с друзьями, и как долго колкие замечания по этим поводам на глазах у друзей и семьи. А затем, когда неизбежно возникает ссора, использование этого списка как словесного оружия, чтобы выиграть очередной спор. Видел это у нескольких пар, все развелись в течение 10 лет. Во время учебы в университете я много работал на свадьбах в сфере кетеринга. Чем больше денег тратят на свадьбу по сравнению с тем, что считается нормой с учетом богатства, культуры, тем больше вероятность, что пара разведется в течение 5 лет. Люди, которые дразнят своих партнеров, но делают это зло. Сегодня вечером мой муж грубо пошутил о моих ужасных вокальных данных и тут же извинился, потому что это прозвучало довольно резко. Что-то типа Почему ты, черт возьми, слушаешь музыку, которую я ненавижу, и подпеваешь своим ужасным фальшивым голосом? Мы были под кайфом и наедине, и он извинился за свою колкость, а я тут же напомнила ему, что он поет не лучше, и мы вместе посмеялись. Пары, которые ведут себя так агрессивно или жестоко на публике, долго не держатся, это очевидно. Чувство юмора очень важно в отношениях, по крайней мере для меня. Главное, чтобы эти шуточки не обижали и не выдавались на публике, так как это просто унизительно. Любой пост в социальных сетях, где говорится Несмотря на все наши взлеты и падения, ты всегда будешь лучшим другом, которого я могла иметь, и так далее. Любые посты по случаю годовщины или дня рождения, где упоминаются взлеты и падения, сигнализируют о том, что отношения обречены. Это крайне серьезные красные флаги. Один из супругов совершенно не знает, сколько у них денег, полностью находится в неведении относительно финансов. Он говорит, что у них нет денег, чтобы заменить посудомоечную машину, но она не может это проверить, а он каждый вечер ходит выпивать. Она не имеет представления о том, сколько у них денег и на что они тратятся. Один из супругов ведет свою собственную обособленную жизнь, которую тщательно оберегает, будь то друзья или цифровое присутствие. Он не выпускает телефон из рук, но не хочет, чтобы вы видели его электронные письма, чаты или историю. Обычно это признак того, что ему есть что скрывать. Один из супругов относится к другому, как к ребенку. Когда они только и делают, что жалуются друг на друга и не говорят о своем партнере ничего хорошего другим людям. Я знаю, что пара проживет долго, если они могут подшучивать друг над другом, но при этом могут остановиться, когда кому-то из них нужно подтверждение любви или поддержка. Они чувствуют этот баланс, потому что заботятся друг о друге и уделяют внимание своим отношениям. Отсутствие общения – абсолютно смертный приговор для любых отношений, не говоря уже о романтических. Желание сделать отношения открытыми, чтобы их спасти. Использование слов «женушка» и «муженек». Когда они все делают вместе и у них нет никаких интересов и независимой друг от друга жизни. Поначалу это прекрасно, когда на первых парах вас охватывает страсть. Но в какой-то момент нужно проводить время раздельно, иначе сойдешь с ума. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А о каких красных флагах для пар можете рассказать вы? Обязательно пишите в комментариях. Также смотрите наше предыдущее видео, которое вы увидите на экране. Подписывайтесь на канал и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok